Добрый день! Вы смотрите новости. В студии Анна Москаленко. Вот главные темы к этому часу. Губернатор Виктор Томенко подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в регионе на 2023 год. О размере выплат через несколько минут. Большой животноводческий комплекс планируют открыть до конца года в хозяйстве Гастелла в Хабарском районе. Но в селе Мичуринское, где расположено сельхозпредприятие, накопилось много социальных проблем. Кто поможет их решить? Сотрудники Аграрного госуниверситета создали уменьшенную копию дамбы. Как новое изобретение может помочь водоемам края, узнаете в выпуске. Губернатор Виктор Томенко подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в регионе на 2023 год. Так, с 1 января его общая сумма – 12 794 рубля. Для трудоспособного населения – 13 945 рублей. Для пенсионеров – 12 665 рублей. А для детей – 13 373 рубля. Большой животноводческий комплекс планируют открыть до конца года в хозяйстве Гастелла в Хабарском районе. Однако в селе Мичуринское, где расположено сельхозпредприятие, накопилось много социальных проблем. Руководитель хозяйства Василий Жданов обратился с просьбой помочь решить эти злободневные вопросы к губернатору Виктору Томенко во время прямой линии. Хозяйство Гастелла – одно из старейших в крае. Занимается сельхозпроизводством с 1938 года. Основное направление – молоко. Сегодня в стадии 6000 голов крупнорогатого скота. На предприятии трудятся 260 работников из пяти окрестных деревень. Большинство из села Мичуринское, в котором и находится животноводческий комплекс. Наталья Сенаторова ухаживает за телятами уже 8 лет. За заслуги в труде она получила благодарность губернатора края. Они как малые дети. За ними нужен уход. За ними смотрю, ухаживаю, кормлю, пою. Руководитель производства Василий Жданов рассказывает о социальных проблемах села. Плохие дороги, дом культуры не работает больше 10 лет, негде купить медикаменты. Это лишь небольшой список вопросов без ответов. С просьбой помочь решить эти проблемы он обратился к губернатору края Виктору Томенко во время прямой линии. Наше хозяйство живет и развивается. А вот социальная сфера желает быть лучше. Она намного отстает от нашего производства. Вполне возможно было бы реализовать элементы нашей программы комплексного развития сельских территорий. Если получится попасть в эту программу, будем ее реализовывать. Если не получится попасть в эту программу, в любом случае вопросам развития села будем уделять внимание. Здесь уже надо будет действовать вместе с районными властями, поскольку надо как-то в достаточной степени справедливо распределить те средства, которые на год или на несколько лет, на которые муниципалитет, район в данном случае может рассчитывать. Там получается из 7,5 километров протяженности дорог именно по селу Мичурино нужно сделать 2,3 километра. Это в пределах 18 миллионов просчитано. Это цифры реально, я так думаю, что нам помогут и мы, значит, дорога будет уверена в этом. Василий Жданов пригласил губернатора края на открытие нового животноводческого комплекса в конце этого года. Виктор Томенко, в свою очередь, пообещал посетить Хабарский район. Артем Тарасов, Сергей Седых. Новости. Установку для безопасности грунтовых плотин разработали алтайские ученые. Сотрудники Аграрного госуниверситета создали уменьшенную копию дамбы. Как новое изобретение поможет водоемам Алтайского края, расскажем далее. Ученые Алтайского государственного аграрного университета с кафедры геодезии, физики и инженерных сооружений создали уменьшенную копию плотины. Разработка необходима при строительстве гидротехнических сооружений. Она снизит погрешность при расчетах и увеличит срок эксплуатации. Эта установка, эта модель позволяет отследить параметры фильтрации. Потому что фильтрационный поток, который останавливается в теле плотины, он может вызвать повреждение плотин, нарушение целостности. Подобных разработок в крае пока нет. По словам ученых, их изобретение будет востребовано в регионе. Ведь на Алтае самая крупная за Уралом сеть гидротехнических сооружений. А значит, что разработка поможет как при проектировке новых гидроузлов, так и при анализе уже существующих. Для высоких плотин, как правило, проводят еще дополнительно физическое моделирование. Потому что плотины – это объекты повышенной опасности. И нужно быть, ну, никогда нет стопроцентной уверенности, что плотина будет полностью безопасна. Но, по крайней мере, удостовериться, что никаких нарушений не будет. Поэтому для высоких плотин такие исследования, они необходимы. Изобретение уже используют в учебных целях. С его помощью студенты выполняют лабораторные работы. Ученые сельхозуниверситета запатентовали разработку. И готовы помочь организациям края при проектировке гидросооружений. Дарья Коншина, Денис Кузьменко. Новости. Вахтанговский театр в Барнауле. Андрей Ильин, Евгений Князев, Людмила Максакова, Юлия Рудберг, Виктор Добронравов и другие московские артисты приехали на гастроли со своим нашумевшим в столице спектакля «Война и мир». Премьера состоялась в ноябре прошлого года, а уже в феврале прошел сотый спектакль. И всегда в зрительном зале «Аншлаг». Так и в краевой столице билеты на четыре показа давно раскупили. Вахтанговский театр и Алтайский театр драмы подружились в прошлом году, в год своего столетия. Общий праздник стал началом большой дружбы. Львов Михайловна прилетела специально на юбилейные дни и премьеру спектакля «Война и мир». Это было 8-12 ноября 2021 года в Москву. Посмотрела спектакль и буквально, я не знаю, наверное, через неделю вы мне перезвонили. Я помню, вы сказали, Килыч, я мечтаю, чтобы спектакль «Война и мир» приехал в Барнаул. Я сказал, ну давайте будем делать все, чтобы и ваши мечты, и наши мечты вернутся на Алтайскую землю были реализованы. Директор Вахтанговского театра считает символичным то, что Лев Толстой писал «Война и мир» 5 лет, режиссер Рима Стумина ставил спектакль 5 месяцев и идет он почти 5 часов. Я понимала, что 5 часов для меня будет очень тяжело высидеть и куда деваться. Пригласил Кирилл Игоревич, надо приехать и смотреть, и никуда не денешься. Приехала, села смотреть и думаю, ну через 5 часов. Я говорю, а где 5 часов-то, что так быстро спектакль закончился? Если бы это было 6 часов, я думаю, что и тоже было бы мало. Одно из условий приезда московской команды. Зрители должны увидеть спектакль таким, каким он идет на столичной сцене. Главный сценографический элемент – огромная стена весом почти 6,5 тонн. По задумке режиссера, она бесшумно перемещается по сцене. Для этого вахтанговцы привезли и специальный планшет весом 4 тонны. Напомню, этот театр уже второй раз приезжает в Барнаул. Такой подарок к 85-летию региона был бы невозможен без поддержки правительства, края и Краевого министерства культуры. В Рубцовской исправительной колонии номер 5 после капитального ремонта открыли библиотеку. Наш проект «Книжный шкаф» поучаствовал в формировании библиотечных фондов, передав учреждению около 160 книг. Рубцовская исправительная колония номер 5 появилась в 1957 году. Город в послевоенное время нуждался в расширении промышленных площадей. Осужденные помогали строить завод тракторных запасных частей. В 2010-м в колонии открылось общежитие, соответствующее всем международным стандартам. И пока единственное такого уровня в крае. В учреждении есть своя библиотека, в которой недавно сделали капитальный ремонт. Теперь она носит имя ветерана Великой Отечественной войны Петра Максимовича Савина. Он стоял у истоков этого учреждения и много лет проработал в системе УФСИН. Кто-то даже не любил читать. Здесь уже в местах лишения свободы время есть. Отсутствует возможность занятий, как у нас сейчас в наше время любят все заниматься, где-то в интернете пропадать. Здесь такой возможности сильно нет. Поэтому идут, читают книги, вспоминают свое прошлое. И многим это нравится. Они готовы перечитать, наверное, все книги, какие здесь есть. Оно только всегда на пользу пойдет. В библиотечных фондах колонии около 4 тысяч книг. Постоянных читателей больше 250. После капитального ремонта в библиотеке появился даже свой небольшой читальный зал. Заключенные интересуются отечественной и зарубежной классикой, современной литературой, историческими и приключенческими романами. Книга, она меняет человека. И здесь, на мой взгляд, книга является самым ценным предметом, который можно, наверное, не только читать, а с которым можно говорить. И я вижу, как ребята приходят и не берут книги поспешно, а действительно внимательно выбирают, смотрят именно все те жанры, которые представлены. И те книги, которые действительно несут в себе интерес. Осужденный Кирилл Лобанов – один из постоянных читателей. Недавно он прочитал «Американскую трагедию Драйзера» и «Преступление наказания» Достоевского. Книги, согласитесь, серьезные, заставляющие задуматься о многом. О смысле жизни, например. Книги помогают работать с собой, стать лучше, переосмыслить опыт прошлого и взять оттуда только положительное, с этим положительным идти дальше по жизни. Напомню, мы просим барнаульцев не выбрасывать книги, которые больше не нужны, а передавать нам на «Пролетарскую-250». Мы размещаем их в наших книжных шкафах, на железнодорожном вокзале, в больницах, передаем интересные издания в Краевой детский кванториум, а также помогаем пополнять библиотеки в местах заключения. Вместе мы продлим этим книгам жизнь, а о самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Иван Сухасыр. Новости. Больше тысячи вещей обрели вторую жизнь на фестивале «Гаражка». Он прошел в Барнауле в эти выходные. За два дня его посетили больше двух тысяч человек. Одни обменивались ненужной одеждой, сдавали на переработку вторсырье и делились своим творчеством. Организаторы события – инициативные молодые люди из Новосибирска. Уже три года они проводят фест в своем городе. Трижды провели «Гаражку» в Томске. Барнаул стал третьим городом, в котором прошел фестиваль осознанного потребления. Это то место, где вы можете дать вторую жизнь своим вещам. То есть вы, не знаю, всю жизнь что-то покупаете, у каждого дома есть кладовка или какая-то полка, куда уходят все вещи, которыми вы не пользуетесь в обычное время. Вот мы и любая гаражная распродажа даем возможность, чтобы вы пришли, разложились тут на два дня, стали таким магазином и все быстро распродали. Организаторы поддерживают начинающих мастеров и предпринимателей. В Барнауле 30 человек стали участниками маркета. Они представили посетителям свои мягкие игрушки, украшения, свечи, открытки, керамику и многое другое. Организаторы планируют вернуться через два месяца, сделать фестиваль в столице Алтайского края регулярным. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»